МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проект бюджету союзной державы на наступный год. Преоритетный на керунке развития наперед до 2022 года и створение ровных умов для субъектов господарения. У Гомель пройшло посаджение Совета Министров союзной державы. Про обмеркованное питание и принятое решение – сюжет наших корреспондентов. Гомель – палац Румянцевых-Паскевичев. Место знаковое как для Беларуси, так и для России. И не только тому, что Румянцев и Паскевич были ведомыми державными деятшими своего часу. У Розные периоды тут обмерковались и питания, которые оказывали самый непосредный уплыл на исторические процессы. Удельники посаджения Совета Министров союзной державы у палац Румянцевых-Паскевичев начали приезжать задолго до початку работы. Есть час обмерковать некоторые питания с коллегами и поделиться думками с журналистами. 22 вопросов сегодня у нас в повестке, которые затрагивают, по сути, весь спектр двусторонних отношений. В основе, конечно, торгово-экономическое взаимодействие. Это традиционно вопросы импортозамещения, вопросы взаимодоступа на рынок, снятия барьеров ограничений. Для Беларуси Россия протягивает заставаться основным гандлевым партнером. На ее долю зараз пропадает больше, как 51% внешнего гандлев. Кожный третий рубель загульного объема притягнутых селят и инвестиций с союзной краины. Что тычется России, то для ее Беларусь в ответном списе на четвертой позиции. За 9 месяцев этого года объем взаимного товарообороту повеличился амально 23%. Хоть стольки гандлевым агульные интересы не обмяжовываются. Заразу в рамках союзной державы реализуется 9 суместных навыково-практичных программ. Теперь до их можно будет додать еще две. Одна программа по комбикормам, то есть это актуальная задачка для Беларуси и России. Новые технологии производства и соответствующих комбикормов. И вторая это по клеточным технологиям по линии Министерства здравоохранения. Это самые последние разработки и достижения в области лечения заболеваний. Ну и самые последние технологии, в том числе в перспективе возможность, например, из клеточных технологий, из клеток выращивать и живые органы. Посяжение у Гомеля проходит в трех форматах. С початку с устреча один на один кировников урадов. Потом у так званых в узким и поширанным форматах. Важным направлением в следующие пять лет должна стать унификация законодательства в социальной сфере. Предстоит обеспечить равные права россиян и белорусов на трудоустройство, на получение образования. Мы вот сегодня говорили на возможности выравнивания условий по медицинским услугам. И дополнительным возможностям получать такие медицинские услуги, соответственно, или на территории Республики Беларусь, или на территории Российской Федерации. Для этого, конечно, нужно проработать все финансовые моменты. Пенсионное и социальное обеспечение также в повестке дня и страхование. Это должно принести нашим людям практическую пользу. Проект бюджету союзной державы на наступный год – одно из ключевых вопросов по радку дня. Кончатковое решение будет приматься высшим Державным Советом. Зараз у гэты документу носятся опошние дополнения. Як чакается, у наступным годзе яго доходная частка досягне 7 миллиардов российских рублев. Прагнозы развития экономик Беларуси и России свечатся об реальности запланованного. Сродки будут накерованы у розные сферы, які уявляют взаимный интерес. Але одна з головных задач – створение комфортного сародзе для бизнеса и повеличения гульного товара обороту. По коль тут есть проблемы. В гэтым годзе отповедный показчик чакается у параметры 28 миллиардов долларов. Але гэта явно недостаткова. Некальки годов тому взаимный гандаль досягал 40 миллиардов. На думку министров союзного Саумина, наибольший эффективный шлях для активизации экономичных относин – створение саправды ровных умов для субъектов господарения обе двоих краин. Сегодня мы приняли постановление Совета министров союзного государства о приоритетных направлениях и первоочередных задачах дальнейшего развития союзного государства на среднесрочную перспективу на 2018-2022 годы. В данном документе в качестве первоочередных задач определены следующие направления – проведение согласованной макроэкономической, промышленной, бюджетной политики, углубление торгово-экономических отношений. Предусматривается выработка совместных мер по дальнейшему сокращению барьеров, изъятия и ограничения во взаимной торговле, либерализации условий, экономической деятельности субъектов хозяйства. Почас встреч с журналистами, керавники Урада у Беларуси и России выники перомов оцениваются целым становча. Некоторые питания на кшталт огольной эмиграционной политики и визового режима будут удокладняться в ближайшие дни. Головное, что у обеих двух краин есть огольные меты и махчимости для их досягнения. Нужно развивать торговое сотрудничество, нужно развивать инвестиции, вернуться к целому ряду проектов, которые в настоящий период еще не реализованы. Нужно заниматься решением важнейших задач по снятию административных барьеров, потому что их все-таки достаточно. Ну и мы обсудили миграционную тематику, на что просто тоже хочу акцентировать внимание. Это действительно важно, поскольку готовится межправительственное соглашение о взаимном признании виз. Это касается вопросов въезда и выезда иностранных граждан, лиц без гражданства, связано с целым рядом решений, которые принимались и у нас в стране, и в Республике Беларусь. И наши эксперты сейчас ведут интенсивные переговоры. Олег Сентюров, Максим Савин, Валерий Гапанько. Телерадио Компания. Гомель. Сюня в Житковицком районе отбылось посажение Республиканского штаба по надзвычайных ситуациях. Некольки дзен тому на автомобильном мосту Праспрыпять заявилась трещина, что озрабила дальнейшую эксплуатацию объекта небеспечной. Какие меры будут приматься уже в ближайшие годины, ведает Олег Сентюров. С початку на мосте Праспрыпять забронили рух аутотранспорта. С другой половы дня пятницы тут нелегко ходить так само и пешеходам. По Акуле один вариант переправы для их – лодки вортовальников, которые перевозят людей бесплатно. С улицем того, что только на Туровском молочном комбинате працуют колеса житковчан, которых необходимо каждый день доставлять на работу, отпочивать вортовальникам часу нема. Правда, и этот вариант подходит неусим. На лодце практически немогчимо переправляться с маленькими детьми у колясках. Нам нужно везти ребенка в поликлинику, к врачу, в житковище в понедельник. Но мы не поедем, так как здесь плохие дороги, и ребенка нет возможности доставить. Хоть не выключено, что на медицинское обследование дочка Олеси все-таки трапит, подчас посереджения республиканского штаба по надзвучайных ситуациях особливая увага по шуку часовой замены небеспечному мосту наибольший примальный, хоть махчимый и часовой вариант – будовництво понтонной переправы. Даны поручения МЧС и Министерства обороны до завтрашнего утра, до 12 часов, организовать переправу и пустить движение автомобильного транспорта. Работают слаженно силы и средства Министерства обороны. Спасибо, что они откликнулись оперативно. И уже сейчас на подходе понтонное сооружение к данному объекту. МЧС уже дислоцирует сюда понтон из Пинска. Подрихтовка до наведения понтонной переправы началась еще на переднике с будовництво-часовой дороги в пойме Припяти. Поколь она невысокая, але не выключена, что до весновой поводки вышеня дороги поведетится на неконки метров. А прочатого не выключена так сама махчимость будовництво-часового моста. Боу, подчас крыгаходу понтонная переправа может оказаться неэффективной. Конкретных терминов ликвидации аварийной ситуации поколь не называет никто. Мостов вось такой конструкции у Беларуси пять. Два у Гомельской области, два у Могилевской и один у Витебской. В 2013-м трещина заявилась на мосту Каля-Бабруйска. Тогда для ее ликвидации потребовался май год. Некакий день тому ситуация повторилась теперь уже у Житкинском районе. Зараз при Министерстве транспорта створена специальная комиссия, якая повинна провести все необходимые доследования и до наступной пятницы пропоновать конкретные шляхи ликвидации аварий. А при этом, в ближайший час проверку пройдут и все остальные мосты этого проекта. Похоже, пешеходы и автомашины вагают до 10 тонн, будут переправляться в Прас-Припять по понтонном мосте. Те переправы, якая находится прикольно у 35 километрах ниже по течении большогрузом авто на другие берега раки можно будет трапить только Прас-Мазыр-Тепинск. По поводу общей жизнедеятельности никаких проблем и вопросов нет. По продуктам питания, по учреждениям, по всем. Энергетика, у нас есть там участок действующий, коммунальный участок есть действующий. То есть все, что надо для той территории, у нас вопросов с этим вообще нет. Скорая помощь, все движется, все движение. При критичности лечится недалеко 55 километров. Хотя у нас там есть больница. Олег Сентеров, Игорь Марышенко, Телерадо-компания «Гомень», Житковицкий район. Старшиня Центра выборкама Белоруссии Лидия Яромошина у своим видеозвороте, размещанным на сайте ЦВК, зарабила анонс вылучшения кандидата у депутата мясцовых советов, якое стартует 10-го снежня. Яна нагадала, что вылучшаться на мясцовых выборах можно трыма способами. Шляхом сбору подписов, от политичных партой и от працованных коллективов. Ближайшее поседжение Центральной комиссии отбудется 12-го снежня. На им будет приняты шерах важных документов. У приватности говорка идея про постановы, який отыщится парадку декларования доходов и майомости и ведения передвыборчой агитации про СМИ. А кроме того, будет приняты документ, який регулюет парадок утворения особистых финансовых фондов кандидатов для потреб передвыборной агитации. Телерадиокампания Гомеля трымала перемогу у национальной туристичной премии «Познай Беларусь». У номинации «Материал года» лепшим у 2017 годе признаны цикл видеороликов «Самая моя Гомельщина». Гэта совместный проект нашей телерадиокампании и областного комитета природных ресурсов и оховы новокольного осяродя подрихтованы на переддни 80-ти годя Гомельской области. Аутар цикла Александр Гайвейка собрал факты рекордсмена об нашем регионе неполторным природным потенциале развития тут экологичного туризма. Дарычайся род лауратов национальной туристичной премии 2017 санаторий «Машина-будовник» размещенный в Гомельском районе и коллективу Гомельского палаца-паркового ансамбля. У Гомеле вызначили имены переможцев 5-го областного конкурса «Спачина». Его удельники – наученцы и работники профессийно-техничной и средней специальной эдукации. С призерами познайомилися наши корреспонденты. Больше за три месяца подрыхтывки, четыре конкурсные этапы и нарештый финальный гала-концерт. Областный дом наученцев и работников установ профессийной эдукации собрал переможцев и призеров 5-го областного конкурса «Спачина». По сути, он является своей особенной формой выучения молодю, истории и культуры Беларуси. Среди дельников, наученцев и работники профессийно-техничной и средней специальной эдукации. Лепшие из них от основников конкурса отримовывают дипломы и узнагороды. Этот конкурс уникальный. Мы когда-то лет 6 тому назад его пытались начать проводить на уровне республики. Но вот Гомельщина очень активно поддержала и нарастила темп. И, в общем-то, они уникальны в этом плане, особенно среди профессионально-технического образования. Единство воспитания и образования в системе Республики Беларусь это наш настоящий бренд. Потому что образование без воспитания в нашей системе, которое сохраняет традиции советской школы в том числе, наверное, трудно представить. И, безусловно, развитие методической работы в области воспитательной деятельности, оно необходимо. И поддержка таких движений, безусловно, способствует поиску новых форм, новых методов. Финалисты были одобраны у пяти номинациях. Удельники проставили свои доследшие, творчие и виды работы, экспонаты декоративно-прикладной творчести, а так само вокальные и хореографичные номеры. У аульной склада на стежуре разглядело коля 330 работ. Мы работали в номинации исследовательской работы, представляли Хонинский район, посещали места, усадьбы. Мы рассказывали историю этих мест, как все происходило, кто был их владельцем и что сейчас с этого произошло. Мне было это очень интересно, так как моя бабушка с Хонинского района, я сама это все лично тоже была, исследовала. Дороча своих представников у Никол на конкурс вылучили пау сотни установ адекватной региона. У вынику навученцы 14 из них вышли на сцену за ознагародами. По каждой номинации вызначены у владельники Гран-при, а так само призеры другого и третьего месту. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, телерадио, компания «Гомель». У Гомелеу ознагародили переможцам международного дитяжного конкурса «Музыка надеи». У першиню за историю конкурса гран-при отримала юная веолончелистка с Гомеля. Все лета конкурс проводился в 15-й раз. На протягу ты дня у колледжа мастатства имя Соколовского выступили больше 80 юных музыкантов из Беларуси, России, Молдовы и Латвии. За звание лучших у игры на струнных смешковых инструментах они споборничали у трех у взрослых группах. Для конкурсантов гэты конкурс «Шанс для реализации таленту», а для журы «Махшымасть открыть новых адорных выканалцев». Дарыша самая маленькая у дельницы Марэй Тальковской у сего 7 годов. Гран-при конкурсу у номинации «Скрыбка» отримал музыка с Кишинева Штефан Габриэль Луце. А лепше у игры на веолончели стала Полина Смольникова ученица детячей музычной школы Мастатства выполнял сарасат цыганские напевы, исполнял молдавскую песню и этюд и концерт Мендельсона. Ну, самое трудное, наверное, это, чтобы тебе самому понравилось, как ты играешь. Это очень большая работа и труд. Она еще не понимает. Вот когда она получит награду, наверное, тогда она почувствует что-то. А она поставила такую цель. Она участвовала в прошлом конкурсе, когда была совсем маленькая, и не прошла на второй тур. И вот ей захотелось доказать, что она способна, талантлива и все сможет. Я думаю, что волнение, они еще так, оно им помогает выступать хорошо в таком возрасте. Вот. А техника, вот это сложно, потому что это большая работа, большой труд, кропотливый, ежедневный. Переможцы отримали гоноровые дипломы и премии специального фонда президента Республики Беларусь по подтримце талиновитой молоди. Подарунки отголовного управления идеологичной работы, культуры и по справах молоди у Гомельского Аблова Конкама. Лауреаты конкурсу приняли удел у заключном галаконцерте. У Светлогорску, у микрорайоня Полесся, коммунальники усталявали новогоднюю елку. Сдавалося б ничего незвычайного, кожный год такое отбывается. Однако все лето ее не просто усталявали, а посадили. Выкарчевали у одним из приватных подворков везки Мольша. Господиня дала дозвол на гэта зумовый, что древо будет захавано. Коммунальники выкопали яму полтора метровой глубине, поклали на дно уродливый пласт и аккуратно посадили древо. Специалисты спадзяются, что блакитная елка проживется и будет радовать светлогорцев свою прагажостю многие годы. У Гумиля открылась выстава в образ, традиции и час, присвеченная Псковскому и Новгородскому иконопису 12-14 стагодзев. И она разместилась у картинной галереи Гауреила Вашенки. Инициатором проведения выставы выступил храм святой великопокутницы Варвары у агрогородку Боровики Светлогорского района. История новгородскага и Псковскага иконопису наличвая больше 500 годзев. У ГЭТШ стварыли такие вядомые майстры як Феофан Грек, Андрей Рублё, Дея Нісий. На выставе у Гумиля представлены работы студентов-выпускников Белорусской Державной Академии Мастатства. Их яны стварали пачас экспедиции у Новгородскую и Псковскую в области. На полотнах адлюстрованы докладные копии фрагментов фрескового живопису со стен храмов и монастыров як дзеючих так и разбуранных. Многие из работ были створаны калле 20-ти году тому. За гэтый час особные задлюстрованых святыню перестали існовать. Стварыние копии шедеру иконопису гэта вельні карпатливая праца. Бо кожную фреску треба деталёва выучить, прошуць розумам і серцам. Выставка действительно уникальна. Уникальна в плане нравственном в первую очередь. Потому что я, наверное, не ошибусь, если скажу, что всё-таки духовность это, наверное, основа не только государственности, но в первую очередь и человечности. Когда возникают войны? Когда люди перестают понимать друг друга. А искусство это тот фактор, который позволяет нам с вами не стать врагами. Гэтый и іншая новина вы можете знайсти на нашем сайте у интернеті по адресі www.tvrgomil.by На гэтый выпуск завершен. Усяго доброго и до встречи у эфиры.